Добрый день, дорогие друзья! С вами снова компания Гранд Русс. Продолжаем рубрику «Ответы на вопросы». Давайте начнем. Первый вопрос. Здравствуйте! Интересует вопрос зацепи шоколадных и жёных с солодовой. На какой паузе? Кто-то делает на паузе 60+, кто-то на 70+. Есть вообще какое-то общее правило. По своему опыту скажу сам, когда будучи пиоваром работал, всегда солод жёны шоколадные задавал, когда варил темное пиво в начале затирания. Ну, как по старинке, никто про это не знал. Потом в свое время к нам приехал один немецкий пиовар, посмотрел, что это делать, сказал, что ребят, вы все делаете не прав, у вас жесткий вкус, жёности и так далее. Я тоже это примечал. И некоторые вообще, даже некоторые пиовар не отказываются варить темное пиво, потому что им не нравится этот жёный вкус во вкусе, и людей это отталкивает. Но благодаря вот знаниям, приобретенному вот этого немецкого пиовара, узнал, что на 72-й паузе, это было в далеком, наверное, 2000 году, надо задавать на 72-й паузе. Почему? Вот на этой паузе как раз приобретается мягкий вот этот вкус, не чересчур жёный, цвет у вас тоже выйдет как надо, поэтому задавайте вот на ней. Можно хоть в начале 72-й паузы, можно в конце. Главное, чтобы у вас успел солото раствориться, отдать тот цвет, который вам нужен. Поэтому здесь в идеале это 72-я пауза. На 60-й паузе не могу сказать. 65-я, 66-я будет влиять, никогда не бросал, потому что бросал либо на 50-й, либо на 72-й. Поэтому здесь пробуйте, но разговаривая с многими пиоварами и зарубежными, они также все бросают на 72-й паузе. Скорее всего, наверное, это самый правильный вариант. Это очень критично, если варите какой-нибудь там темный лагерь, да, дункель какой-нибудь и так далее. И здесь уже низовое брожение, вот эта горечь, она будет у вас сильно выделяться. Если, например, был какой-нибудь крепкий ель, у вас большое количество спирта, то там может быть, конечно, вот эту горечь вашу солодовую бы перебил спирт. Но зачем, как говорится, играть в угадайку? Просто задайте на 72-й паузе, что шоколадный, что жёный, там цветность 900 или 1400, на 72-й паузе. Надеюсь, ответил на этот вопрос. Второй вопрос. По поводу нука, надуксной кислоты. На маркетке есть такая штука, плексоксидез 3% или 5%. Вроде как нук, но везде, что в инструкции, что в интернетах, разные пропорции для разбавления. Дайте, пожалуйста, точную навеску, сколько же надо добавить этого оксидеза для получения одного литра 0,5% раствора. Давайте так, мы оксидез никогда не продаём, мы всегда продаём компании, мы дистрибьютор компании BioSafe, и у нас наша надуксная кислота – это асептосип. Наша асептосип по концентрации вещества имеет 15%. Давайте так, вы вот эту концентрацию, которую 15%, берёте за 100%. Условно, вот у вас, вы моете вашу ёмкость, пускай там у вас уходит 1 литр моющего раствора. Вот вы берёте 100%, это 1 литр, а у вас будет 100%. Вам нужно делать 0,5% концентрации, значит, это x литров, делайте такую пропорцию. То есть 0,5 умножаете на 1 и делите на 100. Вот это получаете количество в литрах вашего вещества, которое вам нужно задать на 1 литр воды. То есть всё должны вы обязательно пересчитывать на ваш объём воды и к нему привязываться. Отсюда вы получите ваше искомое количество надуксной кислоты, сколько вам нужно дать. В оксидезе, я не знаю, если у них написано 3 или 5%, возможно, это концентрация действующего существа, тогда, в отличие от BioSafe, которой 15 концентраций, да, основная, надо увеличить задачу в 3 раза. Вот, например, мы получили, например, там, чтобы получить, там, 1 литр 0,5% концентрации, условно, мы получили 200 мл, тогда вашего оксидеза надо взять в 3 раза больше, то есть, там, 600 мл, например. Ну, это я как утрирую, там, может, 60 мл, то есть, в 3 раза выше. То, что у нас, ещё раз повторю, действующий СТО, ну, к 15%, здесь 5. Следующий вопрос. Возможно ли увеличение сероводорода в сусле при брожении из-за того, что в ферментёр попало какое-то количество белка из сусла, белок подсплывал и собрал его уже, но ещё аромат пока не очень. Третий день брожение через недельку уйдёт, не уйдёт. Ну, я, как бы, помню, как-то отвечал на этот вопрос. Здесь запах сероводорода, на самом деле, может появляться не только то, что у вас количество белка, тут от самой деженедеятельности дрожжей, потому что, ну, если какие-то нарушения идут, то дрожжевой тон он тоже может выпасть, особенно это, как, запах сероводорода попасть раз. Но, опять же, вы тут нюхаете, там, на второй-третий день, у вас только брожение в начале пути, бурное, очень много побочных продуктов. Вот надо нюхать, на самом деле, когда уже в конце брожения. Брожение у вас затухает, уже начинать нюхать. Вот тогда уже надо бить тревогу. Если там сероводород у вас остался, то, скорее всего, он у вас может и остаться до конца, да. Если я ушел, ну, значит, все, о чем мы с вами говорим. Часть белка больше, знаете, как влияет? Здесь не на аромат вас влияет сероводорода. Белок, если попадет в сусло, достаточно много, он мешает дрожжевой клетке размножаться. То есть, когда я работал на большом предприятии, у нас бывали случаи, вот микробиолог у меня смотрит микроскоп, считает дрожжевые клетки. Вот помимо дрожжевых клеток в поле, да, в камере Горяева, он видит такие, ну, такие вот окружности, он начинает красить, это вот белок. И вот этот белок, он иногда входит в структуру клетки и начинает ей мешать размножаться. Из-за этого у вас и брожение, может быть, там вяло текущее, ну, и аромат и вкус совсем другой. Поэтому тут, скорее всего, влияет на протекание процесса брожения, а не выделение сероводорода. Все-таки сероводород – это больше не дети самих дрожжей, но не белка. Хотя белок, конечно, тоже, при том, мы все с вами знаем, яйцо начинает тухнуть, выделяется тухлые яйца, опять же. В вашем случае, скорее всего, это действие, либо что-то с дрожжами, да, либо у вас что-то с водой, такое тоже иногда бывает, да, нечистая вода там или еще что-то. Поэтому здесь за всем надо следить. Да, белок, он влияет, но не влияет на выделение сероводорода. Поэтому, скорее всего, надо смотреть, что с дрожжами. Может, у вас повышенная температура брожения, например, если там лагерные дрожжи, особенно там С-23 или С-179, бродить там при температуре там выше 17-18 градусов, как раз вот этот сероводород начинает выделяться. Потому что эти дрожжи, они к высоким территориям очень восприимчивы. Но в отличие от 3-4-70, которые можно и при комнатной температуре сбраживать, там 18-20, в принципе, никакой побочки вам не даст. Может быть, вам просто надо поменять дрожжи, и все. Следующий вопрос. Сергей, добрый день. Скажите, пожалуйста, можно ли разбавлять сваренные, уже перелитые суслов, бродильной водой до нужной плотности? Ну, в принципе, можно. Я как бы рекомендую вам... Можно взять кипяченую воду, да, потому что кипяченая вода, она у вас пронимфицирована, никакие бактерии нет, можете разбавить. Пожалуйста, можно. Если что касается просто водой, ну, я бы не крендал, это всегда риски. Можно тогда купить просто обычную бутылированную воду, она, по идее, с производства идет стерильная, просто ей разбавьте, и все. И доведите до той плотности, которая вам нужна. Да, иногда пивар так делает. Домашние, кстати, на самом деле редко скажут, о, наоборот, получилось получше, поплотнее, повкуснее будет. Вот некоторые так даже поддерживаются. Добрый день, Сергей. Скажите, пожалуйста, кремнозем или диоксид крема для осветления имеет форму силициума-2? Или он еще идет как добавка Е551? Это он или нет? Я нашел в этом сухом порошкообразном виде, если это кремнозем, то как его использовать по громовку на 50-100 литров сусла? Честно говоря, никогда не задумывался, как он имеет Е551 или так далее, потому что его используют достаточно мало. То есть у нас в законе прописано, если вы добавите какую-то достаточно, ну, большую, там, больше 1% добавку, добавку, то вы должны указывать на этикетке. Пивары, на самом деле, задают не очень много, чтобы прям прописывать, что это Е551, не могу сказать. Надо смотреть в интернете, изучать. Каюсь, не знаю. Вообще, кремнозем у вас, вот в вашем случае в порошкообразном виде, в нашем случае мы продаем, мы раньше продавали шведской компанией Бен, назывался препарат спиндосол СБ1-СБ3. СБ1 продавался для осветления горячего сусла, да, то есть как вот вы слышали, там, ирландский мох, брейк-брайт, за 15 минут до конца кипа, да, используется. Мы давай СБ1, а СБ3 у нас уже для готового пива. То есть если у вас плохо осветление дрожжи, белка много, задаете, вы держите 2 суток, и вот это все вещество. То есть действие вещества какое? Отрицательные положительные заряды притягиваются, образуются плотные комплексы, и сусло осветляется. Что в горячем сусле, что в молодом пиве. Поэтому и его принцип действия такой. Чем он лучше, допустим, ирландского мха, кремнозем без цвета, без запаха, и он имеет нейтральный вкус. У брейк-брайта иногда бывает вкус рыбы, рыбные какие-то там вещи, потому что все-таки не забывайте, что брейк-брайт – это окаменевшие водоросли, которые просто мелко измельчили, потом сделали из них таблетки, и вы потом ими используете как осветлитель. Но на моей практике это не всегда часто бывает. Кремнозем просто по своей специфике в три раза эффективнее, нежели ирландский мох любой. То и брейк-брайт, или верфлок. Поэтому если вы нашли, то обязательно покупайте. Опять же, какая граммовка, все зависит от того производителя. Мы раньше продавали, шведская компания iBEC, я вам сказала, там достаточно было там 5-6, наверное, грамм на литр сусла. Сейчас в России есть компания такая, Эко Кремний, она делает тоже кавелос, по-моему, называется, или кавелос, как правильно называется, добавку. Вы зайдите на их сайт и посмотрите, они прямо на сайте пишут вот эту рекомендуемую дозу. Но, как правило, если хотите хорошо осветлить сусло ваше, задавайте за 15 минут до конца кипячения, и будет хороший результат. Но только вот в отличие от шведской компании, у нашей компании концентрация оксида Кремния, по-моему, раза в 2 или в 3 меньше, поэтому надо задавать больше. Опять же, смотрите дозировку. Если осветлить молодое пиво, то также смотрите дозировку, и, по-моему, время воздействия 2-3 дня вам будет достаточно. Следующий вопрос. Купил ног литровую канистру, а производитель, точнее, разливайщики, поставили обычную крышку без клапана. Когда забирал сазон, и канистра была как шарик, отправил, стравил давление. Теперь в бутылке бузыри скапливается. Ног теперь не пригоден, или можно концентрацию повысить, или ничего страшного, разболеть по инструкции. Да-то фасовки свежие. Ну, смотрите, это как бы, ну, прям страшно, ничего нет. Самое страшное, когда у вас эта канистра улопнет, и прольется на что-то. Тогда оно все может повредить. Это очень достаточно сильный окислитель. На кожу попадет, а то рука облезет, там, знаете, такие белые пузыри. Ну, не очень хорошо. Просто можно аккуратно открыть крышку, стравить вот эту излишнюю воду, потому что все-таки, что такое надвокисная кислота? Это смесь перекиси водорода с уксусной кислотой. Присутствие катализатора концентрированной серной или соляной кислоты. То есть обязательно будет выделяться газ, последствия, потому что соединение нестойкое, там, один-два дня, оно начинает распадаться. Поэтому здесь просто стравите и можете, в принципе, пользоваться, делать концентрацию троса побольше, от 0,5 до 1% концентрации, тогда у вас мойка проблем не моет. Тем более свежая у вас дата розлива. Единственное, что, насколько я помню, на Духовской боится заморозки, чтобы она, главное, не заморозила. Если она будет заморожена, тогда, да, она, в принципе, работать не сможет. Следующий вопрос. Здравствуйте, Сергей, скажите, пожалуйста, что делать, если с этой жижей из заварочника вылить в бродилку, окажется в помойку? Так. Значит, жижа, скорее всего, человек имеет в виду дробина, да? Ну, как правило, домашние пивовары, ну, ее выбрасывают, кто-то на даче варит пиво, они дробину используют, подкармливают свою домашнюю птицу, кур, например, да, там, гусей, можно коровам давать, да? Некоторые используют на перекопку огорода, например, земля же все равно со временем истощается, какую-то, то есть, мелиорацию нужно делать. Дробина – прекрасный удобритель, можно смешать землей и будет иметь хорошие, вот я в свое время на даче кабачки, огурцы, подмешивал дробину, перекапывал, отлично получалось потом урожай. Большие заводы, конечно, они это собирают, собирают это в мешки либо в бункеры, заключают специальные договора с колхозами, и колхозы уже непосредственно забирают, обычно колхозы сами забирают, приезжают, там, самосвал или команд забирают, грузятся, отвозят на ферму, да, там, на корм скоту, там, либо некоторые сейчас компании сушат эту дробину, в Германии, например, научились сушить дробину, делают из нее брикеты и топят потом зимой камины, очень хорошая тема. Некоторые компании сушат дробину, измельчают, смешивают с мукой, делают из нее сухари, например, тоже очень вкусно, я в свое время, там, лет, наверное, 5-6 назад был на фестивале крафтовом в Витебске, и ребята сделали из дробины смеси с мукой, хорошие такие сухари, длинные палочки такие мы ели, и, кстати, никто не сказал, что это сделано из дробины, прям очень вкусно, вот я вам как лайфхак, да, тоже дома можете сделать. Ну, как правило, как правило, дробина – это такой полезный продукт, в ней очень много белка, поэтому любым животным это пойдет, либо на перекопку огорода, вот как бы, я думаю, так. Следующий вопрос. По поводу вопроса о сероводороде. Слил в унитаз треки гипиво. Вонь, ужас, думал, дрожжи были с одной партией, поменял, все равно, сероводород, потом думал, дрожжевая подкормка, исключил, все равно сероводород. В итоге у меня сероводород появляется после внесения антиокислителя в Виконс-СБ. Ну, не знаю, что это за окислитель, зачем вы его добавляете, тем более это на варке, ну, как бы скажу, давайте просто без всяких откислителей просто сварите пиво, да, и посмотрите, и задайте дрожжи, что у вас будет. Если у вас уйдет вот этот аромат сероводорода, скорее всего, он может быть причиной. Первый момент. Второй момент. Попробуйте поменять террасу дрожжей. Я рекомендую, если вы, допустим, варите обычное светлое пиво, ну, возьмите 3-4-70. По последним данным компании Fermentis, эти дрожжи уникальны тем, что по температуре до 20 градусов оставляют вкусовой ароматический профиль, достаточно стабильным, никаких эфиров у вас в аромате не будет, то есть вы можете лагерное пиво сварить в домашних условиях. Они, как правило, сероводородом никогда не пахнут. И дальше вообще надо разбираться, может быть, что-то с водой, посмотреть, что у вас с водой. Если возьмите, может быть, на варку, купите бутилированную воду, на ней сварите, посмотрите. Потому что иногда, иногда, если особенно там на дачах или еще где-то, присутствие сероводорода в воде возможно. Такое, да. Следующий вопрос. Сергей, у меня к вам вопрос. Солд меланоидиновый и карамельный той же цветности, они одинаково будут действовать на сусло? А ставят ли одинаковое количество декстринов и белков аминокислот, или их действия разные? Ну, смотрите, солдом меланоидиновый и карамельный это абсолютно два разных солда. То есть меланоидиновый солд это солд, который производился при определенной температуре и определенное время выдержали. Его не обжаривают. То есть он набирает в процессе сушки солда у нас с вами накапливается меланоидина. То есть это идет реакция Майера в процессе нагревания солд приобретает цвет. А карамельный солд, это солд непосредственно берется на обжарку, обжаривается он, как правило, в обжарочном барабане при определенной температуре, да, уже достаточно повыше, что он прям зажаривается аж. И проблемный при жутке времени. Отсюда там карамельный бывает 10-й, 20-й, 50-й, 100-й, 200-й, а есть там даже зажаренные, там шоколадные, как вы слышали, 900-1400. То есть абсолютно два разных производства солда. Один просто томится при температуре. И в результате его, в середине его экстрактов, сердцевина не зажарится, не модифицируется. Но из-за того, что идет высокая сушка, приближительная сушка, у вас ферменты, собственные ферменты этого солда, внутри диастатика падает. И этот, почему пиовары используют меланоидиного солд? Он любит использовать то, что при брожении этого, при сброживании вот этого, состав сахаров этого солда, дрожжи не усваивают эти солда, не хватает диастатической силы, и остается небольшая сластинка. И у меланоидиного солда еще цвета 68CBC. Вот. В карамельном солде здесь совсем другая тема. Здесь у вас экстракт достаточно зажарен сильно, то есть экстракт меньше, чем меланоидиного, где-то в районе 75%. Но он дает карамельный вкус, в отличие от меланоидиного. Меланоидиновый дает такой, знаете, аромат, ну, чуть хлебный такой, даже не могу сказать такой, ну, ореховый что ли. А карамельный, он, как правило, вот он так и называется карамельная, то есть имеет такую характерную карамельную ноту, дает карамельные тона, что меланоидиного не спорит. Поэтому у них, получается, всё-таки в вашем вопросе был правильный, разный состав сахаров. То есть, в данном случае смотреть меланоидиновый и карамельный, и тот, и тот будет давать свою сластинку, но карамельный соус будет оставлять со своим карамельным вкусом, ароматом, а меланидином давать сластинку, но без карамельного аромата и без карамельного тона. Вот как-то так. Поэтому здесь надо смотреть тот стиль пива, который вы варите, и уже отсюда играть температурными паузами, чтобы получать ту часть сброженных или не сброженных сахаров. Большое вам спасибо за вопросы. Пожалуйста, заходите на наш сайт mal.ru, подписывайтесь на наши соцсети, телеграм-канал и в группу ВКонтакте. Заходите на YouTube, смотрите истории, рецепты, а также истории пивоварения. До новых встреч! Всем пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok